Пусковое устройство для гранатомета, хвостовики, мин, деталь миномета и каска, которая, по всей видимости, не спасла жизнь ее обладателя. А также снаряд более крупного калибра, но уже иностранного производства. Последним отбивались ВСУ. Это то, что получили в дар школьные музеи. Привезены трофеи с территории Артемовска. В музее 30-й гимназии уже есть экспонаты боевых действий настоящего времени. Некоторые из них также являются импортными. Украинской армии заканчивается советское оружие. Если раньше вот эти экспонаты невозможно было отличить, кто их использовал, российской армией или украинской, потому что все они произведены были в советские годы, то сейчас уже, вот видите, новый экспонат. Это уже вот то, что поставляют западные страны Украине. Ученик 6-го класса Арсений Шундиков, как и многие другие школьники, был впечатлен увиденным. Особенно его заинтересовала каска, в которой есть отверстие от пули. Разглядывая экспонаты, которые еще вчера были активны на поле боя, ученики тут же стали выносить из этого свои выводы. Мы должны воспитаться как патриоты своей страны. Для того, чтобы в будущем, если на нас упадет такая же угроза, мы смогли со смелостью защищать свою страну. Привезли осколки оружия и снаряжения представители общественной палаты Ульяновской области, депутаты и волонтеры. Буквально неделю назад они ездили с гуманитарным грузом к дивизиону Свияга и батальону Симбирск. Организаторы уверены, новые экспонаты помогут ребятам вынести урок из всего происходящего. Можно много говорить, но порой эффективнее один раз увидеть. Когда мы говорим им просто слова, текст, это одно, эмоции. А когда привозишь что-то, трофея из передовой, и говоришь, вот это вчера стреляло, вот эта ракета произвела танк, какую-то мишень. И все это они видят, смотрят, и, наверное, в голове у них все по-другому меняется. 48-я школа хранит традиции патриотического воспитания и носит имя героя России Дмитрия Сергеевича Кожемякина. Здешний музей также располагает экспонатами разных времен, которые сегодня пополнились трофеями с Донбасса. Как уроженка тех мест и как дочь советского офицера, ветерана вооруженных сил, я скажу, что безусловно, дело это правое. И люди Донбасса давно ждали освобождения от фашизма. Для детей наших мы проводим параллель от героев Великой Отечественной войны до солдат теперешних времен. Провести параллели показать наглядно – сейчас основная задача наставников. Сегодняшние экспонаты покажут масштаб действий и то, насколько тяжело приходится нашим солдатам, защищая границы, и насколько непоколебимы их дух и вера в победу. Мадина Исмаилова, Марат Мигдиев, Управда ТВ